Итак, самой большой проблемой на сегодняшний день в связи с огромным количеством новых препаратов, которые появились в нашем арсенале, является определение оптимальной последовательности терапии метастатического кастрационно-рефракторного рака. И, к сожалению, прогностических факторов, маркеров очень мало, на которые мы можем ориентироваться. Из того, что мы знаем, мы знаем, что у пациентов, у которых ответ на кастрационную терапию, на первую линию терапии был коротким, менее 12 месяцев, рассчитывать на то, что эти пациенты ответят хорошо на вторую линию гормональной терапии, будь то энзолутамид или абиротерон, не приходится. И этим больным предпочтение должно даваться в отношении назначения доцитоксела, как стандарта лечения кастрационно-рефракторного рака предстоятельной железы. Также мы знаем, что у пациентов с висцеральными метастазами оптимальным является назначение доцитоксела, которое является основным препаратом у этой категории больных. Поэтому препараты, которые относятся к гормональной линии терапии, к блокаторам оси андрогенного рецептора, включая энзолутамид и абиротерон, следует прибегать к основному пациенту с минимальными симптомами, пациентов с отсутствием эстеральных метастазов и с длительным ответом на первую линию андрогенно-депривационной терапии. У остальных пациентов, как я уже сказал, назначается в первой линии доцитоксел. Но это в первой линии, а что же делать после? После тоже масса вопросов. На сегодняшний день, к сожалению, у нас есть только ретроспективные исследования. Одно из крупных исследований перед вами, где после доцитоксела пациентом назначался либо кабазитоксел, таксан нового поколения, либо абиротерон. И вы видите, что две кривые убедительно расходятся, и синяя кривая – это лучшие показатели выживаемости, медиана общей выживаемости 18 месяцев пациентов, которым после доцитоксела был назначен кабазитоксел, и только в 11,8 месяцев, если после доцитоксела назначался абиротерон. И действительно, конечно же, вторая линия, если мы посмотрим ещё на одно исследование, то мы видим, что действительно кабазитоксел назначенный после доцитоксела в отношении выживаемости, если он назначен в первой линии после доцитоксела, имеет преимущество по сравнению с абиротероном. И большинство исследований показывают именно это. Вот ещё один систематический обзор 13 опубликованных ретроспективных исследований, которые включают более 1000 пациентов. Здесь энзолутамид и абиротерон объединены в одну группу. Вот эта группа ART – это и абиротерон, и энзолутамид. И опять же мы видим ту же самую картину. Если после доцитоксела назначался кабазитоксел, а затем назначались препараты, относящиеся к гормональной терапии, абиротерон или энзолутамид, то пациенты обладали лучшей выживаемостью по сравнению с пациентом, которым сначала назначался либо абиротерон или энзолутамид, и затем кабазитоксел. Но худшими показателями выживаемости обладали пациенты, у которых последовательно назначались два препарата, относящиеся к гормональной терапии – это энзолутамид и абиротерон, без химиопрепаратов. Поэтому совершенно чётко можно сказать, что химиотерапия при конституционно-рефракторном раке, несмотря на появление новых антиандрогенов, не утратила своего значения и имеет преимущество в первой линии терапии после доцитоксела, по крайней мере. Ещё одно исследование – ФЛАК, европейская база пациентов, получавших лечение после терапии доцитокселом, 387 больных, различные вы видите последовательности – доцитоксел, кабазитоксел, доцитоксел, абиротерон или энзолутамид, и затем кабазитоксел, и затем препараты, относящиеся к гормональной линии. Изначально пациенты, которые получали кабазитоксел во второй линии, вы видите, обладали худшими показателями. Статус по шкале ИКОК и больше именно в группе больных, которые получали кабазитоксел. Болевой синдром тоже, повышение щелочной фосфатазы. Извините, вот с этим столбиком надо сравнивать, это пациенты, которые не получали гормональной терапии. А вот эти два столбика – это пациенты, которые получали кабазитоксел в первой линии, либо кабазитоксел во второй линии после доцитоксела. И вы видите, что 18% по сравнению с 9% – это пациенты худшего статуса, и болевой синдром, и повышение щелочной фосфатазы достоверно больше в группе получавших кабазитоксел во второй линии. Если посмотреть на эффективность, то по соответу 47%, если назначался кабазитоксел во второй линии, только 37%, если назначался энзоутамид или абиротерон. Если сравнить клинический эффект, то улучшение стабилизации приблизительно одинаковый процент, но если мы посмотрим на цифры клинической или радиологической выживаемости без прогрессирования, то мы видим, что на 3 месяца приблизительно показатели лучше в группе больных, получавших кабазитоксел после доцитоксела. Ну, если посмотреть в графическом выражении, то если считать от первого цикла доцитоксела, пациенты, которые получают после доцитоксела кабазитоксел, это синяя кривая, их медиана выживаемости составила в этом исследовании 48 месяцев. То есть почти 4 года после развития консеркционной рефракторности живут пациенты, которые получали такую последовательность препарата. И, как я уже сказал, хуже всего жили пациенты, которые получали только 2 линии терапии, доцитоксел и кабазитоксел, без гормонотерапии второй линии. Было показано, что прогностическими факторами, которые ответственны за общую выживаемость, являются наличие висцеральных метастазов, число линий терапии и исходный уровень ПСА. Говоря о линиях терапии, важно отметить, что целый ряд исследований показал, что действительно количество линий терапии в конечном итоге важен. И чем больше линий терапии получит наш пациент, тем дольше он будет жить. Возможно, в силу того, что с каждой линией терапии статус пациентов ухудшается, и, конечно же, пациентам на поздних стадиях сложнее назначать химиотерапию, в этом ещё одном исследовании, ретроспективном анализе банных данных, в базе данных было показано, что пациенты, которые получали кабазитоксел во второй линии, после доцитоксела, в значительно большем пациенте в случае смогли получить третью линию терапии. Если же после доцитоксела он назначал сапиротерон, в два раза меньше больных смогли получить третью линию терапии. Уже просто не смогли её получить, скорее всего, по своему состоянию. Ну, если говорить о кабазитокселе, то с этим препаратом было проведено ещё много интересных исследований. Он изучался в различных дозировках в сравнении с доцитокселом в первой линии терапии, в дозе 20-25 мг. Несколько меньшая доза была выбрана для того, чтобы уменьшить количество побочных эффектов. К сожалению, общая выживаемость при кабазитокселе в первой линии была такой же, как и при доцитокселе, и доцитоксел остаётся стандартом. Хотя максимальный ответ со стороны опухоли был получен именно в группе кабазитоксела в максимальной дозировке. Но здесь и отмечалось большее количество побочных эффектов. Если говорить о других исследованиях, которые сейчас идут и также направлены на определение оптимальной последовательности назначения препаратов, то, видите, это тоже очень интересное исследование, где изучаются две последовательности доцитоксел-кабазитоксел, кабазитоксел-доцитоксел. Это французское исследование, оно ещё не закончено. Ещё одно исследование изучает препарат кабазитоксел как многообещающий препарат, в том числе и у пожилых пациентов, и у пациентов с серьёзной сопутствующей патологией, но в редуцированной дозе, где кабазитоксел назначается в дозе 16 мг на квадратный метр. Тоже пока данных этого исследования нет, но это исследование не идёт, и вполне возможно, что в дозировке меньшей кабазитоксел, как предполагается, покажет, по крайней мере, не худшую эффективность, и на сегодняшний день остаётся препаратом выбора, особенно у пациентов с метастазами висцеральными, особенно у пациентов с коротким периодом ответа на гормональную терапию. Первая линия и последовательность доцитоксел к кабазитоксел, по крайней мере, по данным ретроспективных исследований, показывает преимущество по сравнению с назначением препаратов, относящихся к гормональной терапии антиэндрогенов, новых после доцитоксела. Спасибо. Аплодисменты Аплодисменты Аплодисменты